всем добрый день давайте с вами начнем опоздавший подключится и так сегодня я бы хотела вам рассказать про инфекционный трахеобронхит или по-другому это заболевание называется питомниковый кашель начать с того что это не какое-то отдельное конкретное заболевание это термин собирательный и он характеризуется тем что это болезнь респираторной системы которая возникает из-за попадания в организм нескольких видов вирусов или нескольких видов бактерий это могут быть различные сочетания возбудителей общая клиническая картина будет проявляться кашлем конечно же в первую очередь и конечно для владельца это будет признак наличия какой-либо проблемы в организме чтобы инфекция не привела к более тяжелым последствиям соответственно при первых же симптомов нужно обращать на это внимание и уже принимать какие-то меры заболевание это достаточно распространенное из названия может показаться что ему подвержены только те животные которые содержатся в питомниках то есть либо при скучном содержании либо если это какие-то вольерные собаки крупные на самом деле нет я расскажу также какие животные относятся группе риска и даже если у вас обычная дома одна собачка ну или даже две то есть не питомник не вольер в любом случае животное может заболеть если есть к этому сказать определенные причины комплекс смешанных инфекций при котором на организм одновременно воздействует как искала несколько видов и вирусов и бактерий соответственно вызывает это заболевание сначала происходит попадание возбудительные дыхательные пути как правило добрый день да как правило это начинается с какого-то вида вирусов и потом уже присоединяется вторичная бактериальная инфекция ну в принципе так у кошек как бы у них другие скажем так более свои до заболевания дыхательной системы питомниковый кашель да это заболевание собак в первую очередь при попадании вируса уже дальше присоединяется вторичная инфекция бактериальные которые уже вызывают вдвоем они вызывают уже целый комплекс симптомов и развить уже полноценного респираторного заболевания заболевание это очень опасно то есть заразным термин это называется контагиозность заболевание высоко контагиозно это говорит о том что она быстро распространяется среди живущих которые среди животных которые живут рядом но собственно отсюда и идет название добрый день более восприимчивы к этому заболеванию конечно же щенки животные с ослабленным иммунитетом те которые имеют какие-то хронические заболевания либо только что переболевшие если у них еще не до конца восстановился иммунитет и пожилые некоторые породы собак имеют генетическую склонность к таким заболеваниям сюда в первую очередь относятся бульдоги мопсы и большинство брахиоцефальных пород то есть это те у кого коротенькие носики за счет того что носовые ходы укорочены и присутствует определенная складчатость в строении верхних дыхательных путей это связано с тем что кости у нас укорочены у животного но при этом внутренняя выстилка мягкие ткани такие же как у всех остальных и по этой причине собаки таких пород хрюкают периодически у них возникают различные респираторные заболевания не имеют склонность к коллапсу трахеи но это не говорит о том что абсолютно все но как бы скажем так больше чем другие при этом заболевание это поражает все возрастные группы животных но более тяжелая клиническая картина наблюдается вот у тех животных которые находятся группе риска острый период может закончиться гибелью животного именно вот у этих животных из категории риска кашель как правило наблюдается затяжной нарушается общее состояние животного и постепенно он может перетекать в пневмонию а это уже состояние реально опасное для жизни поэтому нужно как можно быстрее обращаться к врачу а для уже назначения лечения и для во первых постановки диагноза а вторых для назначения лечения какие же возбудители участвуют в развитии трахи бронхита инфекционными это могут быть разные они могут быть различные вирусы это аденовирусы реавирусы периодически может вызывать и коронавирус собачий не тот который наше с вами свирепствует а отдельно собачий кошачий коронавирус это отдельная группа вирусов и вот у собак может коронавирус собак участвует развитие питомникова кашля сюда же могут добавится вирусы чумы либо собачьего герпеса и такие микроорганизмы как микоплазмы и различные бактерии то есть это бордотелы и ряд других распространяются они с различной скоростью обычно это происходит от 4 до 6 дней у некоторых собак вырабатывается иммунитет к кашлю после какой-то давней встречи с вирусом либо после любого другого взаимодействия с вирусом и они соответственно не заболевают если животные не иммунизированы то есть не привиты они еще подвержены атакам бактерий рода бордотела и часто сложно провести правильную терапию именно из-за совместимости возбудителя трахи бронхита с другими микроорганизмами которые вызывают схожую симптоматику например такими как стафилококк и питомниковый кашель передается воздушно-капельным путем соответственно от больного животного к здоровому и источником могут стать остатки слюны которые оставляют носитель инфекции при кашле но и на различных поверхностях это может быть пол это может быть какие-то общие предметы животных там миски с водой игрушки и прочее зародиться можно также на прогулке на выставке опять же в вольере если это несколько животных и в других местах группового скопления то есть сюда же относится собачьи площадки и различные такие ситуации когда животных много распространяется быстро конечно инфекция в замкнутом пространстве но на открытом пространстве тоже можно заболеть стимулировать возникновение питомникового кашля могут помимо высокой плотности собак также неправильный уход за животным если животному не проводится своевременная вакцинация а потому что некоторые вирусы и бактерии от которых мы соответственно собаку прививаем они могут наслаиваться друг на друга у непривитого животного и соответственно усугублять течение вызывать собственно развитие такого заболевания если животное заражено гельминтами это тоже будет очень сильным фактором потому что снижен будет сильный иммунный ответ организма организм будет ослаблен соответственно чувствителен к попаданию различных инфекций и наследственные проблемы с дыхательной системой но сюда можно отнести какие-то наследственные прямо физиологические проблемы породные особенности в первую очередь конечно в строении самой трахеи какие же будут симптомы трахеобронхита и как владелец может заподозрить первым конечно признаком это будет кашель он будет появляться появляться через 3-6 дней после заражения но может проявиться и через 3-4 недели то есть инкубационный период может быть различным и зависит это от общего состояния иммунной системы собаки конечно условия ее содержания в период инкубации возбудитель начинает активно размножаться в организме при этом симптомов болезни еще не будет выявлено главным признаком как я уже сказала будет кашель он может иметь разную степень выраженности и будет характеризоваться такими толчкообразными рефлекторными актами то есть складывается такое впечатление что животное пытается что-то отхаркнуть а поскольку это достаточно будут сильные сокращения возможно проявляться будет также рвота кроме кашля возникают и другие симптомы которые будут характерны для наличия какого-то инфекционного заболевания общие то есть это покраснение слизистой оболочки глаз и носа в том числе это общее снижение активности вот это всегда должно насторожить владельца если питомец был игриво активно да только он резко лежит спит и не хочет играть гулять вялость апатия будет присутствовать это всегда является признаками какого-то патологического процесса в организме будет наблюдаться потери аппетита и при этом может быть сильная жажда опять же за наличие интоксикации в организме как свидетельство того что что-то организме не то повышение температуры будет наблюдаться и это будет говорить о том что организм уже начал бороться с инфекцией она может держаться несколько дней но при этом повышение температуры наблюдается не всегда серозного деления могут быть из глаз и из носа то есть такие подтеки которые будут потом засыхать в виде корочек а нарушение работы жкты во первых опять же из-за того что организме присутствует интоксикация во вторых из-за того что животное плохо ест намного пьет то есть и на фоне размножения вирусов и бактерий будет нарушена переваривание пищи соответственно будут различные расстройства в виде поносов с не характерным неприятным запахом также трахиобронхит может стать свидетельством какого-то другого заболевания которое тоже вызвано вирусами то есть что-то есть в организме серьезное скажем так более серьезно да и на фоне пониженного иммунитета присоединились еще бактерии которые вызывают трахиобронхит инфекционный например в ситуации когда у нас есть вирусный аринотрахеид или парагрипп или чума плотоядных но это опять же в первую очередь касается животных не привитых именно у них могут развиваться такие заболевания при соблюдении графика вакцинации от этих живут от этих заболеваний животное будет вакцинировано соответственно такого сценария у нас не будет появляется случай заболевания инфекционным трахиобронхитом у тех собак которые вообще не покидают пределы квартиры такое тоже может быть это связано с тем что что возбудитель может переноситься на амуниции на одежде владельца попадать ну это конечно маловероятно да через окно там нас воздухом если это невысокие этажи но такая вероятность тоже есть сначала идет острая стадия она идет в течение двух-трех дней она будет наблюдаться кашель он будет сохраняться в течение нескольких недель и тяжелая форма воспаления уже наступает далее она уже может переходить в пневмонию мы ответственно владелец мы обратились ветеринарную клинику указывая на то что у нашего животного есть такие тревожные симптомы какие же манипуляции будет проводить ветеринарный врач для постановки диагноза и определения общего состояния животного во первых это будет опрос владельца с пристрастием а потому что только владелец сможет полностью описать клинические признаки которые наблюдают у своей собаки и также рассказать опять же о том насколько проводится правильная вакцинация каково кормление питания животного врач оценивает при этом состояние иммунитета наличие или отсутствие прививок породу потому что присутствует как я уже сказала породная предрасположенность возраст и степень развития стадии развития заболевания чтобы исключить какие-то другие инфекции вирусные либо бактериальные ветеринарный врач предложит провести аппаратную диагностику и взять анализы также рекомендовано провести узи или рентген грудной клетки они позволяют исключить или подтвердить наличие жидкости плевральной полости а а то есть это уже будет говорить о том что заболевание прогрессирует и она уже будет требовать более серьезного лечения препаратами в тяжелых случаях оправдано проведение бронхоскопии то есть проводится более детальное исследование ткани бронхов врач предложит также провести процедуру по оценке состояния животного с точки зрения цитологического исследования для исключения инфекций различных электрокардиограммы для понимания того как происходит работа сердца и нет ли там каких-то патологий дело в том что кашлевой рефлекс усугубляет проблемы сердца в определенной степени а потому что в принципе патологии сердца у животных начинают уже более таких поздних стадиях начинают проявляться в том числе и кашлем поэтому это такой вариант был дифференциального диагноза чтобы отличить заболевание сердца от заболеваний дыхательных путей также рекомендовано провести полный анализ крови чтобы исключить отклонения по показателям а также возможно наличие анемии то есть уменьшение красных кровяных телец в крови соответственно нарушение общего питания и дыхания организма и определить наличие воспаления за счет определенных показателей анализа и в первую очередь конечно лейкоцитов высокий лейкоцитоз будет указывать на наличие воспаления после того как будет проведен полный сбор данных состояний животных после этого уже назначается лечение лечение бывает многогранным так сказать включает оно в себя помимо препаратов также условия которые должен обеспечить питомцу владелец а само заболевание по себе не проходит а у животных из группы риска еще есть вероятность развития осложнений вплоть до гибели поэтому лечение направлено в первую очередь на устранение причин которые вызывают развитие воспалительного процесса в целом больное животное необходимо поместить в теплое и сухое помещение проследить чтобы не было сквозняков во время лечения собака либо не гуляет вообще если есть такая возможность либо максимально ограниченное время проводит на улице во первых для нее это не полезно во вторых она заразна для окружающих собак грудь и шеи должны быть всегда закрыты шерстяной тканью для сохранения тепла животное кормит легко перевариваемые пищи возможно какие-то теплые каши пюре мясные бульоны супчики то есть то что будет легко и хорошо усваиваться если это молочные какие-то продукты они соответственно тоже должны быть теплые обязательно вводит рацион поливитаминные комплексы они будут хорошо влиять на иммунитет и увеличивать резистентность то есть сопротивляемость организма к возбудителям в самом начале лечения всегда назначаются анальгетики это вещества которые будут облегчать кашель и стабилизировать температуру в качестве противомикробных средств назначаются сульфаниламиды антибиотики дача отхаркивающих средств то есть различных отваров и настоев также приветствуется она будет направлена на то чтобы удалять из бронхов различные воспалительные эксудаты соответственно облегчается дыхание появление энергии аппетита у животного является верными признаками того что животное выздоравливает полностью здоровым питомца можно считать после того как у него соответственно пропадает кашлевой рефлекс проявление кашля в среднем на реабилитацию уходит где-то от месяца до двух весь этот период необходимо следить за питанием животных за нагрузкой животного и обязательно давать ему хорошие мультивитаминные комплексы для того чтобы организм максимально быстро восстановился и для того чтобы поднялся иммунитет мультивитаминные добавки бывают различные например в виде таблеток если мы говорим про продукцию нашей компании то есть непосредственно линейка биофар у нас есть мультивитаминные добавки в виде таблеток в виде порошков паст и жидких добавок то есть можно подобрать абсолютно для любого животного наиболее удобную форму для владельца в том числе потому что задача в первую очередь состоит в том чтобы животное спокойно этот препарат поедало добавка топ-10 содержит 10 необходимых витаминов минералов микроэлементов для кошек и для собак составы отличаются дело в том что для кошек добавлен турин он необходим для поддержания работы сердца и хорошего зрения у собак добавлен элькарнитин у кошечек он тоже присутствует он нужен для того чтобы нормально развивалась мускулатура и проходил хорошо обмен веществ дозировка на кошку от 3 до 6 таблеток на 5 килограмм веса здесь мы такой разброс из-за того что бывают различные физиологические состояния добавки обе идут полугодовалого возраста то есть соответственно в период активного роста кошечек мы дозировку поднимаем также в период беременности лактации либо в период выздоровления дозировку мы поднимаем у собак дозировка идет одна то есть это одна таблетка на 5 килограмм веса таблетки хорошо поедаются они имеют вкус и запах креветок поэтому животные без проблем их съедают и получают соответственно свою дневную норму витаминов минералов мульти добавки нужны обязательно в период восстановления после любых перенесенных инфекционных заболеваний и также если это питомец на натуральном кормлении то есть два раза в год можно проводить курс мульти витаминов добавок для того чтобы восполнить все то чего в организме по каким-то причинам не хватило если питомец находится на промышленном кормлении здесь будет все зависеть от вида корма то есть под классом скажем так корма и от потребности самого животного либо владельца то есть если мы знаем что животное у нас выставочное и нам необходимо улучшить состояние например кожи шерсти в этом конечно случае добавки в рацион наноситься будут мультивитаминные пасты вот это самое наверное удобная форма для дачи животных в период выздоровления почему потому что они мягенькие они вкусные они без проблем поедаются и решают две задачи сразу то есть помимо того чтобы мультивитаминная мощная добавка с богатым хорошим составом это легкая усвояемая форма и также есть в составе паста кондиционер содержанием мононолитосахаридов это вещества которые необходимы для нормального развития размножения полезной кишечной микрофлоры соответственно таким образом мы даем животному 3 сантиметра пасты на 5 килограмм веса дозировка соответственно дна и на собак и на кошек и таким образом полностью покрываем потребности организма в витаминах и минералах также этот продукт рекомендован в период беременности лактации просто в качестве повседневного угощения поощрения но соответственно уже меньше дозировки и конечно в период выздоровления а также состав обогащен омега-6 у собак мы знаем это очень важные компоненты для нормальной работы обмена веществ и поддержания организма витамины в виде жидких добавок либо порошков в нашем случае универсальный то есть они для всех видов домашних животных и дозируется соответственно либо ложками либо по капельным они также позволяют обогатить рацион необходимыми витаминами но при этом витамин кальций составе также еще имеет фосфор и кальций это очень важные добавки особенно в период активного роста в период смены зубов и выздоровления после переломов различных а суставных болезней всего что связано с костями сухожилиями связками соотношение кальций к фосфору в витаминных добавках всегда рекомендовано быть два к одному то есть два кальция к одному фосфору а в нашем случае поскольку добавка полностью сбалансирована это сочетание выдерживается практически вот до десятых долей процента рассчитывается она по чайным ложкам и соответственно без проблем вносится в рацион если мы даем животному готовый промышленный корм вот на примере кошек и собак а то корм надо слегка сначала увлажнить потому что некоторые владельцы сталкиваются такой проблемой что они на кучку сухого корма сверху насыпят кучку белого порошка и говорят ой что собака не ест так это не работает сначала надо корм немножечко увлажнить и потом уже туда вмешать порошковую добавку она не имеет ни вкуса ни запаха поэтому совершенно без проблем будет животным поедаться что касается промышленных кормов влажных либо натуралки то там соответственно вообще проблем нет то есть он просто вносится перемешивается и все при этом полностью и та и другая добавка восполняет нехватку полезных и нужных веществ в организме животных если дома содержатся животные разные например собачка и птичка или там собачка и морская свинка их можно скажем так оздоровить одним и тем же продуктом просто соответственно в разных концентрациях в разном количестве курс мультивитаминных добавок если это обычный курс вот на весна осень он у нас составляет порядка двух-трех недель если мы говорим про период выздоровления то в этом случае конечно курс стоит обговаривать срачом но в среднем он составляет от месяца до двух то есть это нужно такой длительный промежуток времени чтобы организм полностью восстановился и в том числе поднялся иммунитет для того чтобы снова быть сильным и бороться с различными инфекционными заболеваниями существует ряд профилактических мер которые позволяют оградить животное от заболевания инфекционным трахиобронхитом и в первую очередь это конечно своевременная вакцинация дело в том что проведение профилактических прививок существенно позволяет снизить риск заболевания животными и именно вот частью тех инфекций которые могут спровоцировать развитие инфекционного трахиобронхита очень рекомендуют ветеринары придерживаться планового графика вакцинации и использовать такие вакцины которые формируют стойкий иммунный ответ в первую очередь вот аденовирусных заболеваний и других вирусов которые поражают респираторную систему большинство из них входит состав комплексных вакцин и российского производства и зарубежного производства и поэтому сейчас и без проблем можно произвести вакцинацию любой ветеринарной клинике и очень желательно это делать даже если ваше животное как я уже сказала на улицу не выходит вообще это касается и собак и кошек поэтому это очень важный момент его необходимо соблюдать животные которые получают комплексное и правильное питание а также комплексы витаминов и минералов два раза в год а также во первых имеют более низкий риск заболеть во первых а во вторых они имеют более устойчивый иммунитет более сильный иммунный ответ и соответственно они не дают такой иммунитет не даст развиться заболеванию очень важно не переохлаждать животное я к сожалению сама очень часто это вижу на улице зимой когда идет владелец собакой собака вся уже идет синяя трясется потому что она не одета она идет практически без шерсти там годко шорстная собака то есть не совсем лысая а вот прям годко шорстные такие как карликовые пинчеры либретки то есть вот такого плана собаки но они не приспособлены к нашим температурам и я слышала такое мнение к сожалению от кинолога кстати то есть она как разносит это мнение в массы что если мы животное приучим с детства одеваться то в этом случае она значит будет мерзнуть всю жизнь и придется нам без конца этих курток покупать и вот это все неправильно надо животное значит закалять и приучать и владельцы некоторые считают что животное когда на улице трясется это потому что у него такие мышечные сокращения на самом деле животному просто элементарно холодно и мы даже с вами по себе знаем что если мы замерзаем мы начинаем чихать у нас может вылезти герпес на губе это не потому что мы были одеты и там или не одеты да потому что мы элементарно замерзли у нас понизился иммунитет в организме и все что там сидела и ждало пока упадет иммунный ответ она сразу появляется наружу в первую очередь конечно это вирус герпеса которого мы не можем вылечиться из меня заболеваем у нас так и остается на всю жизнь и сидит и ждет пока вот мы вот так вот простынем день под форточкой чтобы вылезти на губе видели хорапки вот здесь ситуация аналогичная собаки мерзнут падает иммунный ответ соответственно в этом случае вполне реально такая собака может заболеть питомниковым кашлем либо циститом там смотря как бы что вылетит первый из строя выйдет поэтому очень рекомендуется собак который не имеет шерстного покрова в наших широтах все-таки одевать я не говорю про то что прям шапки да там на них шарфы но как минимум курточку и обувь если животное ходит там где рассыпают реагенты вот очень я честно я сама одеваю свою собаку у нас и комбинезоны но у меня басан же африканская собака одна из двух собак она вообще к нашему климату мы приспособлены и я вижу как она легко и свободно бежит своих ботинках по этим горам реагентов которые нас рассыпают дело в том что если этого не делать а животные во-первых травмируются я же не говорю о том что лапы элементарно мерзнут от холода животные травмируют лапы о реагенты потому что это достаточно плотная крошка и она начинает их потом вылизывать есть большой риск того что она отравится этими реагентами либо лапу разъезд потому что они попадают на ран в принципе раздражают подушечки и как бы это все очень неприятно для животного и для владельца потом это стоит все лечить поэтому нужно очень внимательно относиться к этому вопросу если у вас реагенты не рассыпают у вас соответственно такой проблемы не будет но больших городах их просто простите пожалуйста кучу накладывают по углам дороги и поэтому с таким сталкиваемся регулярно если переохлаждение не наступает у животных соответственно развитие такого заболевания как инфекционный трахиобронхит но будет гораздо ниже для поддержания нормальной температуры в сезон обязательно животные мы одеваем также нежелательно процессе прогулок допускать чтобы ваше животное контактировала с какими-то непонятными неизвестными вам собаками и домашними и бездомными потому что мы не знаем чем они болеют и велика вероятность того что наше животное может чем-то от них заразиться в первую очередь конечно касается собак безнадзорных а что касается питомников и тех животных которые содержатся в вольерах у них конечно необходимо выдерживать нормы зоогигиенические нормы содержания то есть если например мы говорим про вольер то там обязательно должно быть сухо очень приветствуется наличие системы какой-то вентиляции хотя бы минимальной потому что она будет позволять удалять воздух в каплях которого могут содержаться вирусы не обязательно инфекционного трахеобронхита в принципе любые другие вирусы если вентиляции нету они все будут летать в помещении соответственно заражать всех остальных животных если у нас какое-то животное из всех вот животных содержащихся проявляет признаки вялости апатии отказа от корма в этом случае его конечно надо отсадить на карантин если есть какой-то отдельный вход в помещение где содержится животное будет не лишним туда поместить специально деск коврик это такой корыца небольшое с невысоким бортиком на дно кладется коврик с действующими дезинфицирующими веществами с такой пропиткой то есть когда мы входим в помещение мы обрабатываем обувь при входе и помогаем таким образом не вносим туда никакой инфекции извне то есть это позволяет предотвратить и попадание вирусов и попадание бактерий своевременная обработка от паразитов также улучшает состояние животного не позволяет падать иммунитету и соответственно организм готов к встрече со всякой вредной патогенной флорой график современной вакцинации важен при групповом содержании животных и при индивидуальном содержании в квартирах потому что как я уже сказала и мне кажется каждый вебинар я заканчиваю что очень важно важно соблюдать график вакцинации и нормального правильно сбалансированного питания абсолютно для всех животных это позволяет избежать огромного количества проблем и развития огромного количества заболеваний которые потом или сложно или вообще невозможно вылечить регулярный ветеринарный осмотр всех животных если они содержатся скучно или животного которое вот у вас одно содержится дома либо если это конечно приюты и питомники позволяет установить животных с плохим самочувствием да скажем так и быстро принимать меры к тому чтобы начать его лечение а при появлении первых симптомов кашля либо наблюдений признаков которые свидетельствуют о развитии заболевания ветеринарный осмотр регулярный он поможет предотвратить распространение инфекции и соответственно уже быстро начать лечение я благодарю вас за внимание на сегодня у нас по теме трахиобронхита это все если у вас есть какие то вопросы я готова на них ответить